Чтобы восстановить музыкальную школу, городские власти из собственной казны выделили в этом году более 19 миллионов рублей. Почти 80% суммы потратили на обновление кровли и замену балок. Сами же строители вспоминают, первую неделю с чердака вынесли более 120 тонн строительного мусора и помета. Птицы, живущие на крыше, настоящая головная боль. Именно поэтому в проекте предусмотрели специальные сетки. Кстати, саму кровлю из-за особого статуса здания вручную собирали прямо на чердаке. Особенность крыши в том, что необходимо было выполнить работы, не разбирая вот этой стропильной деревянной системой, потому что она историческая является. То есть остаются все вот эти балки деревянные, часть производилась замена. То, что неудобства были связаны с тем, что вот эти металлические все конструкции, которые сейчас вы видите, приходилось собирать на месте здесь. Выделенных денег хватило и на ремонт третьего этажа. В школе обновили нотную библиотеку, гардеробную, класс для хорового пения и, конечно же, камерный концертный зал. Кстати, именно здесь, когда вскрывали полы, нашли уникальные документы, датированные 1914 годом. Мы частично сняли деревянное покрытие. И под деревянным покрытием мы увидели старинные газеты 1914 года издания. Также мы нашли там чей-то дневник со средними оценками. Даже и тройки были в этом дневнике. Все газеты и дневник мы передали Амур-Граждан-Проекту. Амур-Граждан-Проект передаст это в музей. До конца ремонта остались считанные дни. 8 ноября строители должны полностью закончить работу. Сразу же сюда начнут переезжать ученики. Третий этаж практически уже косметический ремонт завершается. Более того, во время работ косметических были реорганизованы ряд помещений и улучшены помещения, где находится концертный зал. То есть они приведены в соответствии с современными требованиями к музыкальным школам. И здесь все каноны соблюдены. Историческое здание бывшего городского районного училища было построено в память 300-летия дома Романовых в начале 20 века. И с учетом того, что это не просто здание, а памятник культурного наследия, за работой строителей зорко следили специалисты Амур-Граждан-Проекта. Больше всего меня впечатляет контраст перекрытия. То есть действительно теперь выполнено все с запасом прочности. И самое главное, никакой угрозы детям. Это самое главное. Здесь уже нет. Между тем, на полный ремонт музыкальной школы потребуется еще как минимум три года. Два из них потратят на внутреннюю отделку. Еще год на фасад. И несмотря на дефицитный бюджет, планы вполне реальные, делятся городские власти. Ведь самую затратную часть проекта, ремонт крыши, уже выполнили. Ирина Кобзарь, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.